Всем привет! Сегодня мы познакомимся с замечательным репетитором, с замечательным человеком, который увлекается языками и который сам может увлечь, в частности, английским языком. Но я думаю, наши гости сама лучше расскажут о себе. Слово вам, Лика. Большое спасибо. Здравствуйте, меня зовут Лика, Лика Бутова. Я репетитор по обществу и знанию. Сама сдала данный предмет на 100 баллов и до этого выиграла Олимпиаду Высшая Проба, которая позволила мне поступить на бюджет в Высшую школу экономики на факультет социальных наук. И параллельно увлекаюсь кинематографом, пишу про кино, работаю в сфере кино. Здорово. То есть вы преподаете, получается, общество знания, да? Да. Здорово. И расскажите, как вы пришли вообще, как вы заинтересовались этим предметом, что интересного вам показалось в этом предмете и какие интересные наработки у вас появились в связи с этим. Да, во-первых, чем заинтересовал меня данный предмет, на самом деле, довольно-долго увлекательная история, но суть клоунца к тому, что в 11 классе я поняла, что я хочу поступать на бюджет, точнее, никакого варианта, кроме как поступления на бюджет в какое-либо высшее учебное заведение, у меня нет. Вот. Как-то в целом без образования сидеть мне не хотелось, тем более что-то читать, что-то учить я любила. Но до этого с общество знаниями я никак связана не была. А потом сходила, погуляла с одним очень умным молодым человеком, и мы с ним обсудили там философию. Он такой, слушай, кажется, ты там в этом примерно разбираешься. Повер, я тогда не разбиралась от слова совсем. Я не знала, кто такой Маркс, как минимум, нехажется, основа. Вот. Тоже Платон был от меня весьма далёк, в отличие от сегодняшнего дня, я думаю. Вот. И как-то я подумала, ага, философия. Философия есть вот в очень таком упрощённом варианте в общество знаний в ЕГЭ, если что, а в олимпиадах по общество знаний у нас есть в весьма развертанном варианте, вплоть до того, что на одной из олимпиад мне попался вопрос, а-ля какие книги там писал Ницше, какие у него есть, так сказать, категории условно рабов и господ, кто до него это использовал, и в целом, чем очень важен данный, так сказать, философ для 20-21 века. Вот. То есть там весьма углубленные знания требуются. И, возвращаясь к теме, я поняла, что хочу поступать на бюджет, и поняла, что я не особо хочу маяться с кучей экзаменов по ЕГЭ. Подумала, что мне будет намного проще, легче, приятнее, интереснее подготовиться к олимпиаде, потому что олимпиады — это всё-таки про какое-то хорошее знание предмета, про хорошее знание дисциплин, которое, точнее, предполагает общество знания. И начала сама заниматься, читать основную литературу, которая требуется для олимпиад, а обычно на сайтах по олимпиадам буквально там перечень. Для социологии — это сорвен, тут буквально основа основ, там дальше можно гидденсы почитать. Вот, я начала к всему этому готовиться, всё это читать, сдала довольно успешно, получила свой диплом по олимпиаде, потом пришла к самому предмету по ЕГЭ, который, вот знаете, вот, предположим, есть огромный-огромный ковш воды, и есть маленький стакан. И этот ковш воды надо уместить в этот стакан и не разлить. И вот как раз-таки ЕГЭ по обществу знания — это попытка, вот этот вот стаканчик, в который ты умещаешь все знания из этого ковша, так сказать, с водой. По всем предметам. А-ля. А-ля. Вот. И вот этот вот стаканчик, чтобы в него не расплескать, я очень старалась уместить всё свои знания с олимпиад, для того, чтобы вроде как и баллы не потерять, потому что, к сожалению, ЕГЭ по обществу знания — это не то, что особо тесно переплетено на самом деле с реальными дисциплинами политологии, социологии, философии, но с правом хорошо переплетено. Вот. И так я готова к обществу знания, потом начала его преподавать, потому что у меня были хорошие результаты, и я люблю рассказывать то, что мне нравится, мне интересует, а люди любят это слушать, как-то симбиоз получился. Вот. И после, что касается наработок, да, был вопрос у нас, если я правильно помню, какие у меня появились наработки по данному предмету. Я очень, мне кажется, очень любопытно устроен мозг, любопытно, интересное замечание, в плане того, что я ненавижу что-либо зубрить. Я не могу зубрить. Если я что-то пытаюсь запомнить, то даже на 105-й раз мной это не запомнится, если мне это неинтересно, к сожалению или, к счастью, уж не знаю. Поэтому у меня была очень странная методика. Я безумно люблю кино, как я ранее говорила. Люблю кино, люблю искусство. И таким методом ассоциации, методом увлечения себя благодаря кинематографу в том числе, я смогла себя связывать очень тесно с обществознанием, а далее в целом благополучно, безумно заинтересоваться. Не только в таком утилитарном смысле, как сдать олимпиаду и поступить. В целом мало кого так получается. И сейчас я преподаю тоже по подобной же схеме. То есть я спрашиваю на первых занятиях, даже до занятий, учеников, какие у них любимые книги, какие у них любимые фильмы, сериалы. Ну вот буквально любые, а-ля там, не знаю, какая-нибудь начинают эйфории и заканчивая, знаете, мне безумно нравится Бергман. Его персона, это же Фрейд. Вот что-то до такого, так сказать. И всё это блаженно, блаженно, всё это очень мирно излагаю в своих презентациях. И, например, объясняю, как там Карл Маркс и нео-марксисты, если это олимпиады, конечно же, связаны с Массивским клубом. Или как мы можем понять, кто такой маргинал, благодаря условно аниме «Атака Титанов». Такие прецеденции тоже были, тоже довольно интересно рассказывать. Тем самым я и как-то для себя нахожу какие-то новые фильмы, новые истории, новые книги, которые я читаю. И ученикам любопытно интересно, потому что для них это изведанная история. И вот эта возможность посмотреть на эту старую, добрую, изведанную историю с абсолютно нового угла. Какая-то вот такая. А вот какие, может быть, коньезные ткнути, связанные с преподаванием? Общества знания были? Курьезные какие-то случаи с учениками, может быть, когда вы готовились? Вот я сейчас припомню, курьезно. Просто у меня еще одно интересное устройство мозга. Правда, вроде как, но у любого человека так работает. Мы забываем все плохие моменты нашей жизни как можно быстрее. Что касается Олимпиад. Вот, наверное, я не пропоминала, но у меня там было очень много на самом деле ошибок. Ну, ошибок в плане... Ой, вот, я вспомнила. Ошибок в плане того, что, да, академически что-то не так сделала, будучи в одиннадцатом классе. Так, момент, момент. Я изучала, насколько я помню, это было даже связано с теорией игр. Дилемма заключенного была... Я проходила ее как-то такая... Как мне может дилемма заключенного строиться в обществе знаний? Кому сдалась там теория игр? Кому она вообще там нужна? Это, по-моему, математика, если я не ошибаюсь. Теория игр, да, это математика, но весь интересный прецедент в том, что она мне попалась в итоге, потому что я прихожу на высшую пробу, в которой я в целом-то и выиграла, смотрю, а у меня там буквально математика в обществе знаний очень вхожа сферой экономики. То есть экономический вопрос там тоже есть. И если в ЕГЭ тебя ничего не заставляют считать, то для Олимпиады должен буквально знать формулы иногда. Не иногда, а всегда. И с калькулятором туда обычно ходят, кстати. Вот. И я прихожу как раз-таки на Олимпиаду. Там всё прекрасно прорежу. Я счастливая, радостная такая «Ура!» Мне попадается то, что я помню, то, что я знаю, то, что я очень люблю. И тут открываю экономическую задачу, и я прям очень очевидно вижу, очень очевидно, очень ясно там вижу дилемму заключённого. Там просят нарисовать матрицы. Вот равновесие Нэшу, слава богу, не спросили, но вот матрица там была нужна, насколько я помню. Мне надо было показать, так сказать, наиболее комфортный вариант и наиболее выгодный вариант для двух персоналей, для двух заключённых. Я смотрю на это и понимаю, что, господи, я это не посчитаю. Я буквально вот вчера отложила это, в смысле в том, что это вот точно не попадётся. Ну и в итоге это попалось, но, слава богу, это весило не так много баллов. Я как-то начертила, а-ля, ну, это похоже на игру в крестики-нолики, если вот тут вот так, вот тут вот так. В целом, на первый взгляд, кажется, что это наиболее оптимально. Я даже вроде не перепроверяла, правильно у меня ответ там был или нет. Я как увидела, что у меня там баллы достаточно для того, чтобы получить хороший такой дикоплом, я на радостях такая, всё отлично, прекрасно. Спасибо, Дергейм, что это было в моей жизни и до сих пор в ней есть. Главное не опускать руки и сделать всё по максимуму. Да, тебе вот как в ЕГЭ, так и в общество знаний очень хорошо разделило. Как в ЕГЭ, так и в Олимпиадах никто не поставит минуса за неправильный ответ. Поэтому почему нет? Почему бы не написать то, что кажется тебе на первый взгляд абсолютно странной вещью? Потому что она может понравиться на самом деле тому, кто читает, если это эксперт по Олимпиадам, и может просто не подойти по ключам, но просто хотя бы иметь место быть в ЕГЭ. А может даже повезёт, кто знает. Нестандартное мышление тоже может сыграть на руку нам. Здорово. А какие вот, может быть, вы применяете какие-то нестандартные способы, формы, может быть, методики для... Ну вот вы рассказали, что ассоциации применяете часто, какие-то связанные с увлечениями ученика, может быть, ещё что-то, может быть, что-то связанное с компьютерными технологиями. Ну вот. Онлайн часто работаете? Да, я в целом в основном люблю работать онлайн, потому что, как правило, не надо никуда передвигаться. То есть я очень люблю свободу в местоположении. Для меня это безумно важно. Возможно, это единственное... Господи, а тысяча одна шутка про свободу в голове родилась? Ну ладно, многие из них можно не озвучивать, наверное. Вот. И поэтому я очень люблю заниматься по Zoom, так как в любое время можно выйти на связь, в любое время можно всё равно хорошо увидеть друг друга и общаться друг с другом. Вот. При этом также презентации можно спокойно по Zoom открывать. И мне кажется, это, так сказать, даёт очень хорошую свободу, и при этом мне даёт возможности ученику сделать что-то из Сирии. Знаете, я так сегодня устала, на улице так холодно, так не хочу выходить или... Знаете, я уехала в Турцию, не могу быть на парах. Как бы у тебя всегда есть ноутбук дорогой, поэтому на парах ты быть можешь. Вот как-то так. Касательно увлечения ещё... Ну, кроме... На самом деле, ассоциативный метод, я считаю, самым лучшим из возможного для интеллектуального академического пласта нашей прекрасной России настоящего и будущего. Вот. Но ещё... Это всё-таки связано с ассоциацией, но другой способ я... Периодически, когда мы с учениками проходим тему, опять-таки, тему блоков. В общество знаний пять блоков. Это право, это... Условная философия, которая называется «Человеку-общество», но это правда попытка в философию. А потом это экономика, политология и социология. Такие столпы... Даже политологию туда включили, да? А я сейчас как раз учусь на политологии, поэтому да, политологию там включили. Ну, к слову, там, если не смотреть... Если не смотреть вокруг, то весьма-весьма неплохие базисы политологии изложены, которые, я думаю, очень-очень важно знать любому маломальски образованному человеку, который общается с другими людьми. Ну да, чтобы не было давления составных государств. Ну да, как минимум, надо знать, что такое демократия, чем она отличается от авторитарного режима и что есть тоталитарный. Ну, как минимум, такие три столпа. Того, что такое хорошо, что такое плохо. Ну или не особо, кто знает. Вот. И я как раз в конце этих блоков люблю включать какой-нибудь фильм, который с ним очень тесно связан. Например, ну, для социологии это в целом может быть любой фильм, потому что так или иначе там везде показаны социальные отношения, институты, группы и так далее и тому подобное. Для политологии это обычно вот перечень фильмов из серии «Хвост виляет собакой» или «Власть» и так далее и тому подобное. То есть фильмы, которые созданы а-ля документалистки, а-ля по реальным событиям и показывают такие кулуары коридоров власти, которые показывают, как вот власть работает, какой режим бывает. Вот тоже интересно обсуждать. Тебе немножко и тёго достаточно посмотреть, какая власть бывает. Ну, не надо так. Не надо оскорблять всех тех ребят, которые старались снимать. Они пытались показать нам ту истину, которая, быть может, в нашем мире. Ну, какой был государственный заказ, так и так они и сняли. Ну, нет, к слову. Вот. А споры, кстати, потому что в России кино очень тесно связано с кулу-старством, потому что кино удовольствие дорогое, у государства, оказывается, деньги имеются. Минкульт. У меня просто было исследование, курсовая работа у меня была связана с тем, как взаимосвязан Минкульт и фонд кино, и идеология в кино, которые они продвигают. То есть если там какая-то ценностная повестка однозначная, если есть, то какая она? Ну, спойлер, очевидно, она есть. И она, ну, довольно консервативная, вот, в плане ценностей семьи, ценностей... Судя по сериалам, я бы не сказал. А сериал... Нет, вот спойлер, сериалы выпускают платформы. То есть платформы никак особо не связаны с деньгами государства, то есть они платят налоги, но от государства они деньги не получают. Они сами вкладывают деньги в кино, и поэтому, как правило, платформы намного более свободны в том контенте, условно, который они создают. В том же, на самом деле, состоял феномен Нетфликса и HBO, которые выпустили «Тринадцать причин почему», «Карточный домик», «Дом дракона», «Игра престолов», которые там буквально... А, ну, нет, «Breaking Bats» — это... Да, «Breaking Bats», это, к слову, тоже HBO, которые буквально взорвали там весь мир в плане интересности истории. Они жили не по заветам телевидения, а телевидение же тоже оплачивает сериалы и вносит свою цензуру, в том числе и государственную, если это госканал. А эти платформы могли снимать кино, которое они захотят, без цензуры, если хотят с огромным количеством крови, с огромным количеством убийств и так далее и тому подобное. И в целом с такими ценностями, которые они хотели транслировать. Вот. В России с этим пока дела не так идут хорошо, но тоже есть огромное количество ведущих платформ, очень хороших, на самом деле. Ну, а, извините, что перебиваю, а вот я понимаю так, ОРТ и РТР — это государственный канал. Ну, в смысле, я не знаю, как он сейчас называется. Россия, наверное, называется. Да, они государственные, конечно. В целом сейчас... Почему там показывают сериалы? Нет, там показывают сериалы, которые сняты не платформами, а которые сняты уже, да, для телевидения, но, как правило, они довольно-таки неплохо. Я немного сериалов досмотрела, на самом деле. Моя эпоха просмотра первого канала, кажется, закончилась в тот период, когда я перестала приезжать к бабушке, то есть лет в 12. И всё, что я там помню, это что-то из серии Фруся, которая приехала в город, и вот она не знает, что делать, какие быть, ведь город такой большой, мечт так много, а её все предают и кидают, и тут появляется богатый мужчина, который такой, давай я тебя спасу, давай ты будешь у меня нянькой, давай я тебя устрою в этой жизни. Она такая, да, давай, но у него оказывается жена, но жена ужасна, они разводятся, и вот они вместе с этой Фруссей. Вот, ну, примерно, мне кажется, это был пересказ половины, если не большей части. Эти бомжи, да? Вот, да, да, буквально, такая история Золушки из России. Фруссия из провинции приехала в Москву, но Москва оказалась жестока к ней. С кем из нас был, не бывало, как говорится. Вот, и эти фильмы транспонсируются государством, и государство как раз-таки там довольно неплохо преподносит ценности семьи, то есть там, как правило, Атия Моногамная. Надо пересвечать, действительно, какие сериалы? Меня просто тетя смотрит, и у нее спрашивают. Я просто изучала не по сериалам, а по фильмам, как раз-таки туда и Викинг был в Хорж, и, господи, Легенда 17, Наверх или Вверх, Движение Вверх, потом, даже припомнить этот акт насилия над моими визуальными чувствами сложно, но я постараюсь. Ну, вот, короче говоря, перечень самых высокобюджетируемых, финансируемых фильмов, это как раз-таки вот они продвигают ценности религии, традиции, семьи, там, ценности семьи, опять-таки, каких-то, не то чтобы воин, но почтение к старому, а-ля, у нас был Советский Союз, и в целом, смотрите, какие у нас там были спортивные герои, вот эти вот хоккеисты, как они были хороши, эти баскетболисты, которые в последнюю минуту взяли и забили этот мяч в эту, это не лунка называется, в эту корзину, да, вот, вот такое воспевание прошлого, которое было венцом настоящего, ну, Ну, это всегда было. С чем же это? А? Это всегда было. Когда, когда государство усиливает политику, по своей позиции возвращается, как правило, к прошлому. вот, да, когда режим, я очень боюсь говорить на всем политике, поэтому скажу так, когда режим становится более-более закостенелым, то и ценности, да, вдруг всплывают наверх, знаете, у нас такое прекрасное прошлое, нам так не нужно менять наше настоящее, ну, так и есть. Вот, как раз таки просматривая этот фильм с учениками, по тому же зума, мы с ними после садимся и такие, ага, что в этом фильме мы увидели? Какие теории, которые мы обсуждали, мы можем увидеть? Предположим, это какой-нибудь был фильм, а-ля, что у нас последнего хорошего? Ну, предположим, это была одна из серий Дома Дракона, если ученик там любил Игру Престолов. Вот, Дом Дракона, это как раз таки сиквел Игра Престолов. И вот посмотрели одну эту серию на 50 минут, где Драконы летают, интриги продолжают идти, и ни один строгоринов так не понимает, кого на престол-то посадить. И мы обсуждаем, ага, там были конфликты. Какие стадии конфликтов бывают в социологии в ИГ? Ага, а там были маргиналы, а люмпины, и там дали там словно произнесите фермины. И вот вся подобная теория очень хорошо припоминается, очень хорошо закрепляется, когда ты прям очень ярко понимаешь, как она работает. То есть для тебя люмпин, это уже не просто человек, который такой деклассированный элемент общества, а для тебя это люмпин, для тебя люмпин, это какой-нибудь условно бомж, который валялся вот в той-то серии Дома Дракона, который был рядом с этим бульварным домом, мягко говоря, и не понимал, как ему жить, где ему быть, что вообще с его стороной творится. И он ни с кем не был связан, поэтому его жизнь кончилась довольно быстро. И так довольно просто, так довольно удобно, не приходится зубрить, и это остается на подкорке мозга, так или иначе. Как вы относитесь к манимотехнике и в частности к майндкартам? Майндкарты, майндмэп, у меня в голове есть примерная ассоциация, господи, майндмэп. Насколько я помню, это когда условно у вас есть конкретная тема, вы ее разделяете на подтему, прям буквально визуально, и из этих подтем далее развиваете подтему. Да, да, как бы деле восстания, можно сказать. Господи, на самом деле я для определенных тем их создаю, в плане, ну вот есть майндмэп-приложение, так я, например, объясняю безумно нелюбимую всеми учениками тему про истину, знание, знание, какое бывает знание, какие бывают попытки это знание получить и так далее, потому что тема никем не любима, крайне непрактична, но надо ее запоминать. Вот как раз-таки, да, благодаря такой карточке, шпаргалке, я пытаюсь донести то, что кино, к сожалению, и другое искусство донести не способно. Вот. Я не знаю немножко, что такое мнемотехника. Вот. Мнемотехника — это как раз запоминание с помощью ассоциаций, с помощью, может быть, по-послезвучию, может быть, какие-то необычные образы, которые легко запоминаются. Мне кажется, не поняла, мне кажется, это очень практично, на самом деле, в отношении именно языков, потому что языки — это тяжелое поле, которое надо так или иначе пахать, особенно в день сегодняшний, особенно в будущем, в России. Вот. Мне кажется, в отношении ЕГЭ по общественному знанию это просто не очень... Хотя, нет, возможно, в отношении терминов а-ля люмпин, маргинал и так далее довольно хорошо. Ну вот я, например, предлагаю ребятам запоминать разные термины, используя ассоциативный ряд английского языка, потому что, как правило, общественное знание знают все, кто еще дает английский. Вот. Поэтому, да, абсолютно положительно. Мне кажется, это наиболее продуктивно. Вот. Главное еще понимать. Вот. Не только ассоциировать, но и очень важно понимать. Если ты не понимаешь, то, как говорится, скорее всего, знание вряд ли получится использовать. Вот. Ну, здорово. А что еще можете добавить у нас тут? Я не знаю, сколько мы будем в эфире, но может какой-нибудь под итог подведем? Под итог. В России дня сегодняшнего очень важно иметь такой капитал. Сейчас, начну издалека. Есть теория капиталов, которая говорит о том, что на самом деле не только деньги самое важное в этом мире, чтобы преуспеть, но там же есть социальный капитал, есть символический капитал и так далее и тому подобное. Если я правильно помню, их пять. Вот. Бурдио, если я правильно помню, их изобрел. Нет, не Бурдио, кстати. Тут допустила ошибку, но, к сожалению, вспомню этого прекрасного молодого человека. Не фиксировал, наверное. Нет, не фиксировал, прям запомнил. Бурдио, это немножко про другую все-таки история. Но суть в том, что есть у нас вариант с пяти капиталов, но это не материал для ЕГЭ, это материал для Олимпиад, это такого кулуарного, круга олимпиадного. Вот. И можно любой капитал конвертировать в другой. Например, социальный капитал, это твои социальные связи. Ты можешь конвертировать в экономический, то есть в свои деньги. То же самое можно сказать и про капитал в лице, знания, которые находятся в голове. Если они есть, если их умеете применять, в этой жизни очень много, многого можно добиться, очень много, где можно приустреть. Поэтому мне кажется, что вот образование, это сейчас просто очень модная поверхность, пошла, аля, зачем мне образование, я там буду, не знаю, работать с Инстаграмом, я буду блогером, мама, я буду СММщиком. Мне просто кажется, это максимально непродуктивная тактика, так как однажды, не знаю, Инстаграм уделит, однажды, возможно, интернет в целом сгинет, и мы сегодня в метавселенную NFT торговать, кто знает. И образование, то, что позволяет как раз-таки наиболее скорым способом приспособиться к условиям нереального, и, соответственно, получить те условия жизни и те условия труда, в том числе, которые хочется у себя в этой жизни видеть. Поэтому я к концу хочу сказать, что знание, информация, академия, это безумно-безумно важно, какая бы странная повестка не имела места быть в молодежной среде. Ну да, здорово, что у нас получился интервью, но я немножко скажу про Инстаграм и так далее, что даже Инстаграмщику, МСММщику и другим специалистам нужно как минимум уметь грамотно писать, потому что если человек плохо пишет, то к нему клиенты, особенно ВИП-клиенты, никогда не пойдут. Это правда, согласна. Поэтому оно продолжает, образование продолжает оставаться социальным мифтом, хотя и не в такой явной форме, как это было раньше. Просто сейчас не столько образование, сколько как раз таки информация, то есть ты можешь быть очень умным, безумно умным человеком, интеллектуальным, интеллектуальным преисполненным, самым преисполненным, но не иметь этой красной, в целом, мне кажется, институты в Российской Федерации, нашей прекрасной, в последнее время, в последние годы, может быть, даже десятилетия, очень-очень плохо работают, то есть в целом, я не знаю, даже кроме Высшей школы экономики, МГУ и того пословного, что бы ГУ, что дает, правда, достаточно хорошую, современную, важную информацию, важную, вот, важную информацию. И поэтому возможность самому взять, посидеть, почитать, понять, изучить, и, возможно, не получить корочку из вуза, но получить какую-либо информацию и какой-либо, ну, просто получить какую-либо информацию и способность ее использовать, вот это безумно самое. Поэтому сейчас, мне кажется, образование, особенно в России, скорее конвертируется в иной социальный лифт в лице как раз-таки то есть знание информации, которую ты имеешь, как ты умеешь использовать, имеешь, и как ты умеешь ее использовать. Как ты умеешь работать с информацией? Да, с данными, так сказать, всегда, дорогая. Да, ну, я бы добавил еще, что вузы, в принципе, не направлены на практическое применение, они больше про теорию, они, ну, это так изначально было, сейчас, может быть, ситуация как-то меняется, но как-то очень-очень скрипя, скрипя через какие-то жесткие припоны, в том числе в головах самих преподавателей. Нет, у нас, кстати, вузы весьма практически направлены в плане, ну, не к моему особому счастью, но к на самом деле очень, наверное, важному опыту других ребят, которые хотят работать в политике, я вдруг резко осознала, что, оказывается, политика это не мое, хотя политология только неимоверная, интересная, прям, буду всегда уповать на то, что самая важная книга которую надо прочесть, кроме там Одиссея, Элиады, Гомера и Библии для такого минимально эрудированного человека, это, ну, нет, не Макеавелли, кстати, это Платон и его государство. Вот, очень во многой степени культура нашего дня сегодняшнего, даже постмодернистская, которая пытается все просто разрушить. Сейчас уже метамодерна. Все мы запутались в этих модернах, как мне кажется, но на самом деле просто постмодерна, метамодерна, это, знаете, так сказать, постмодерн, это мы перестроим и мы немножко над собой посмеемся и над всем прошлом, а метамодерн это просто серия. Мы превратим все в одну большую шутку, весь мир наш абсурд, и все мы в нем счастливы, но не особо. И к чему клоню, к чему клоню? А, потому что вот Платон, потому что в очень такой неплохой степени наша культура дня современного построена на нем, потому что Платон это античность, потом средние века во много степени основана на Платоне и Аристотеле, благодаря ним как раз таки Платон и Аристотеле в целом дошли до нас, потому что спасибо всем ребятам, которые переводили на латынь и конспекты сих мужей, которые до них дошли. И, соответственно, из Средневековья это уже проистекло в литературу. Тот же Аристотель там, например, сказал, как правильно и хорошо делать постановку единственного места времени и действия, потому что, правда, переделали, но тем не менее. Это был очень важный столб. Тот же Платон рассказал довольно много интересного, важного политики в том же прекрасном государстве. Могу сделать интересный кликбейт и сказать, что Платон в целом был такой неплохой феминисткой. Теперь, как говорится, идите читайте шестую, если я правильно помню, к ним в государство. Там был тот момент любопытный. Теперь у феминисток они получили документальное доказательство своих идей. Да не, просто Платон там очень, сейчас побоюсь невольных, фривольных интерпретаций, но опять-таки это на моей памяти. Он выражался, что в целом мужчины и женщины равны, и те, и те могут идти, и быть, он делил государство, идеальное государство, словно Калеополис, я правильно помню, он называется, на три класса. Класс это не в современном смысле, а в смысле еще до марксистов. Вот, и первый класс это земледельцы, ремесленники, вот обычный люд. Второй класс это воины, и третий класс это философы, которые должны были быть правителями, и вырастали они из войн. И он говорил о том, что как раз-таки женщины тоже могут спокойно идти и быть воинами. В целом, проблемы в этом никакой нет. Если хотят, то пусть идут. У него не прям такая повестка была, если хотят, то пусть идут, но он говорил, что не могут быть. Ну, вот в целом, да. Только они до управления государством не допускаются воины идти. Вот у Платона просто как раз-таки воины, это не только про физическую силу, но и про силу интеллектуальную, которая тоже воспитывается с самых малых лет. Вот. Ну, было очень интересно. Мы, наверное, еще встретимся, поговорим о кино, потому что столько вообще безумно интересных тем. Но на сегодня, я думаю, мы закончим. очень было интересно пообщаться с таким интересным человеком. Лика, прошу любить и жаловать, замечательный человек, вы сами увидели. И, конечно же, очень с любовью, с какой-то теплотой рассказывает о предмете, который он подает и, соответственно, заражает вот этой своей любовью учеников. Ну, тогда что вы пожелаете нашим подписчикам, что может быть в целом, а может быть по отношению к общественному знанию? Ну, я в целом пожелаю, наверное, во-первых, чтобы какое-то публичное и внешнее не влияло на частное и внутреннее моральное состояние. А что касается тоже в целом к жизни можно вкинуть, не только к общаге, это упорство, очень много упорства и терпения, потому что, как говорила Алла Пугачёва прекрасная, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Вот. Эта женщина в этом ни разу не ошиблась, это правда так. Да. Да. И она это сделала с таким азартом и жизнерадостностью, что пробивала любые стены, какие бы толстые они ни были. это правда. Спасибо огромное. И подписывайтесь на канал, я, конечно, и находите Лику в соцсетях. Лика, как вас найти? Бутова Анжелика в Фейсбуке, ВКонтакте, если что, то можете в посту прикрепить как раз-таки ссылку либо на мой Фейсбук, либо на мой ВКонтакте, либо на номер телефона. Вот. Хорошо. Ну, хорошего дня и, я думаю, еще встретимся. Кино, это вообще очень интересная тема, так как я искусствовед, я с удовольствием с вами пообщаюсь еще на тему кино. И солидарно, я работаю в кино, пишу статьи про кино.